Мерри Крисмас! Да, вот какой домик должен был быть. Да, и вот какой домик у нас получился. Ребят, всем привет! Сегодня я хочу вас пригласить сделать вместе с нами наш пряничный домик. Наверняка во время поиска новогодних и рождественских подарков вы встречали необыкновенные пряничные домики. Пряничный домик это одна из рождественских традиций Европы и в частности первым начали выпекать его именно немцам. В 1812 году после публикации сказки братьев Гримм Гензель и Гретель, я уверена вы ее слышали, сказка совсем не сказка, совсем не детская, но тем не менее, именно после публикации этой сказки началась такая вот традиция по созданию пряничных домиков. Уже сейчас в Европе перед Рождеством даже проводят целые ярмарки пряничных домиков. Их пекут из специального пряничного теста и каждый создает домик или даже целый замок в своем стиле и оформлении. В нашей семье такую традицию начала моя мама, когда мы еще проживали в Днепропетровске. Она делала самое первое для нас, самый настоящий пряничный домик, не такой готовый, как уже я купила. Она делала само тесто. Очень хотелось бы мне найти фотографию, но даже не знаю, сохранились ли где-то у нас. Она привозила его нам, когда Ромочка был маленький, выглядело так волшебно. Она даже вставляла вовнутрь свечку и было такое впечатление, как будто в домике горит свет. И вкус был волшебный. Этот домик совершенно, совершенно не такой вкус, как у пряничного домика моей мамы. Так что надеюсь, что в нашей семье будет у нас теперь такая традиция, мы будем с детками вместе делать пряничный домик. Я обязательно спрошу рецепт пряничного домика у моей мамы и начну его делать теперь уже с детками по нашему семейному рецепту. Мне кажется, иметь традиции в семье это очень и очень важно. Традиции, которые будут передаваться из поколения в поколение, будут всегда делать семью более сильной. Мне так кажется. А как у вас? Есть такие традиции? Ребят, привет! Сегодня я хотела бы добавить видео в мою рубрику Советы Ленивые Хозяйки. Надеюсь, что мои быстрые рецепты, идеи для ужина, я надеюсь, вам помогут. Ну что ж, приятного просмотра. Увидимся с вами совсем-совсем скоро. Пока-пока! Сегодня я хочу приготовить очень вкусные куриные ножки. Как всегда, быстро, но, возможно, не 5 минут, возможно, немного больше вашего времени. Сейчас покажу. Я уже начала готовить. Мы купили в Косково. Видите, цена вот 10 долларов. Их здесь, ну, много. Сейчас даже покажу. Посчитаю, сколько штучек всего было. Вот часть из них готовится. Смотрите, какие румяные, красивые получаются. Вот, посчитала. Их было в пакете всего 18 штучек. 18 таких красивых ножек, замаринованных в чесночном соусе. Собственно, очень вкусно. Я их ставила на гриль на 400 градусов в мою ниндзя-помощницу на гриль. И у меня на 4 таких ножки уходило 8 минут, чтобы они у меня подремянились до такого вот состояния. Я их выкладываю. Конечно, да, получается больше. Но перед тем, как мы уже будем садиться все вместе к столу, я их отправлю еще все вместе в духовку. Поставлю их минут на 10-15. Буду смотреть, чтобы они окончательно доготовились. Так как сейчас корочка красивая, но внутри они еще немного, конечно, сыроватые. Вот. И пока ножки готовятся в таком режиме, я занята своими делами. Кстати, монтирую сейчас для вас видео с Анной, которая поделилась также своей очень интересной историей иммиграцию. История девушки, которая никогда не сдается. И пока я монтировала видео, приготовился наш ужин. Ну, а теперь уже у нас день второй. И я решила использовать курочку, которая у нас осталась с нашего вчерашнего ужина. Я приготовила ее много, я приготовила ее много заранее. Так как я правда люблю, чтобы у меня уже были готовы ингредиенты, которые я затем смогу использовать на следующий день. И я, конечно, уже и планировала сделать на следующий день именно эти буррито. У нас их очень любят в семье. Это наша шаурма, но Чет ее называет буррито. Точно так же, как мы все любим картошка, салатик. И потом подогреваю на горячей сковороде. И выглядят вот так красиво и аппетитно. Итак, у нас наступил следующий день. Я поставила в своей помощнице хлебопечки тесто на пиццу. Сегодня у нас будет на ужин пицца. И помогать мне будет сегодня готовить пиццу Ромочка. И вы часто спрашиваете, что же в это время делают мои дети. Вот, робота. Ты строишь робота? Нет. Тебе помочь? Нет. Катя, иди сюда. Это мой робот. Отличный робот. А, теперь нужно накрыть, окей. Я иду на робот. Сейчас помогу. Катя, смотри, какой Никита домик построил. Это мой робот. Да, робота Никита построил. Я иду на робот. Что это? Ага. Это очень круто. Это для меня? Нет. Ну что ж, пицца. Делиться рецептом не буду. Самый стандартный. Вода, дрожжи, мука. Сейчас используем мы соус для пиццы. Ромочка мне любит помогать. У нас две пиццы. Одна просто с папироней, с сыром и с беконом. А другая еще и с оливками. Собственно, вот так выглядел наш ужин. На следующий день Ромочка делал свой проект для школы. И поэтому у нас было оливье. Пока Рома делал оливье, я тем временем потушила мясо с грибочками, шампиньонами. И по этой причине наш ужин выглядел вот так. На следующий день я поделила порцию мяса, добавила немного приправ, отварила вермишели. И, собственно, вот наш ужин день четвертый. Ребят, мы только что с детками принимали ванну. И я решила, что нужно вам это показать. Вдруг нам окажется такой момент очень полезным. Мы, играясь в ванной сейчас, я купила такой вот набор. Хочу купить еще один набор, так как нам нужно больше букв гласных. Мы уже учимся с Катей составлять маленькие слова, читать. Ей было два года и два месяца. И она уже хорошо запомнила все буквы. Она их не путает. Я их пишу ей в любой последовательности. И, собственно, она знает сейчас и буквы, и цифры хорошо. Никитка немножечко не хочет учиться. Путается. Он знает очень мало букв. Он не хочет учиться. И я решила приобрести такой набор. И думаю, пока будут купаться, возможно, таким образом я смогу заинтересовать Никитку. Ну, пока успехи у меня не очень. Ну, я стараюсь. Надеюсь, что со временем ему станет это интересно. Но вдруг вам такая идея тоже покажется интересной. Я буду рада. Ну, пока папа занят с детьми, я готовлю нам сегодня завтрак. Это фарш, который я прикрутила. Я им просто придаю форму таких маленьких сосисок. И просто их поджариваю с приправами. И благодаря этому, благодаря приправам, получается у них очень красивый, яркий, насыщенный цвет. Обязательно вам сейчас покажу приправы, которые я использую. Паприка, чили и куркума. Совсем немного воды. И уже почти готовые котлетки просто поливаю такой вот смесью. И получается очень красивое. Ну, а это вот наш папа тем временем занимается и играет. Теперь я еще добавлю к нашему завтраку такие вкусные, ароматные булочки. Я их слегка подогреваю в духовке. И затем просто наношу крем через фиолицу. Пока на кухне витают ароматные запахи, посмотрите, какая у нас началась красивая зима. И вот так выглядел сегодня наш завтрак. Вообще, ребят, здорово, когда в доме много детей. Тем более, если они еще очень одинаковы по возрасту. Или, как в моем случае, двойные. Они всегда находят себе, чем бы заняться, в какие игры поиграть. Конечно, бывают и плачут, и ругаются, и дерутся тоже бывают. Но все равно, очень часто они вот так вот просто развлекают друг друга сами. И мне это дает дополнительное время. Ну что же, на следующий день у нас завтрак решил приготовить папа. Ему захотелось такой типичный американский завтрак. Сейчас покажем вам, как выглядит американский завтрак от моего американского мужа. Ну, как-то так. Зато очень-очень вкусно. Затем мы отправились в магазин. И вот, что мы обнаружили. Пустые полки. Только такие подороже наборы. Да, и с этой стороны тоже лего. В магазине практически нет. Обычно полки заставлены. Ой, Катя всегда хочет игрушки. Да. Нет, у Кати достаточно. У нас чек любитель Звездных войнов. Такой набор у него есть. Мы ему уже дарили. По-моему, мама ему дарила. На прошлом году. Он еще хочет такой, но... Давай. Нет. Еще у нас тут был йода, но йода уже нет. Маски. Да, игрушек вообще почти в магазине нет. Ну, такие, которых подешевле, уже в магазине нет. Поставались только дорогие. Катя, ты должна попросить эльфа, и эльф тогда передаст твое пожелание Санте. Ни одной куколки Барби маленькой нету, да? Ни одной. Да, и детский отдел тоже нет игрушек. Да, тоже очень мало игрушек. Совсем пусто. Да, совсем пусто. Ну, нам беспокоиться не о чем. У нас все есть. Затем мы с детворой заехали в наш любимый магазин мороженое. Дереквин называется. Сейчас покушаем мороженое и будем ехать домой. А с вами едимся совсем-совсем скоро. Пока-пока. Почать мороженое. Потому что папе нужно поспать, а мы не можем себя тихо дома вести. Нет, Никита, мы все кушаем за одним столом. Тогда ты сидишь там без мороженого. Все. Да? Катя любит мороженое. Да, I love ice cream unicorn. Вау. Угу. Ты тоже любишь ice cream мороженое? Да, но они так много. Это очень весело. Да, Катя любит ходить и пушать мороженое. И вот так. О, Боже. Кури, кури, кури. Нет, это. Спасибо. Этот чоколад очень вкусный. Спасибо. Окей, ты нужна помощь, Катя? Нет, я не могу. Так, похоже, мама заказала не ту порцию. Ну ладно. Слишком много. Да, ну вот это вот 4 порции нам вышло сколько? 13 долларов, да? Ладно, будем теперь кушать. Субтитры делал DimaTorzok